Знаете, фраза «Сборная солянка» обретает новых смыслов. Я решила изменить свою жизнь. Опишите ваше лето в Сибири. Я поправилась на 3 кг. Покупки тканей. Вообще не надо рвать. Птичка важнее, чем стать звездой ютуба? Вы думаете, я такая любительница юбок и платьев? Всем привет! Сегодня н-ный день. В общем, у меня полетел внешний диск, на котором хранились все данные, все, что было за последние 20 лет, все фотографии, все видео, которые я снимала за июль, все просто кануло в небытие. Я не знаю, что произошло. Он мне вдруг выдал. У вас свободно 988 гигабайт. Я такая, что? Что? Как? В общем, у меня такое какое-то опустошение, потому что нету просто никакой информации за много лет, никаких-то фотографий. Единственные фотографии, которые остались, это у мамы, наверное, там в фотоальбоме, и то это очень-очень детские фотографии. Нету никаких документов, нету совсем ничего. В восстановлении все это не подлежит. В общем, вы спросите, почему я не делала бэкап. Так это и был бэкап. Это тот самый бэкап, на котором хранится вся вообще резервная информация. В общем, вообще ничего не осталось. Я теперь понимаю, что Нильзаграм владеет большим количеством фотографий моих, чем я сама. Но я не отчаиваюсь. Все прекрасно. В общем, в июле было много всего. В июле был у меня день рождения, на котором я решила изменить свою жизнь. Ну, когда я решила изменить свою жизнь, я не имела в виду, что надо стереть все, что у меня когда-то было. Решила я дома расхламиться. Я три дня выносила мусор, реально пакеты, что-то отдала на благотворительное, что-то раздала. И в какой-то момент я просто смотрела на квартиру и понимала, что такое ощущение, что кто-то занес все обратно. В общем, сшила я не так много. Я сшила себе корсет, раскроила блестей, сделала пару еще выкроек. В основном я выполняла заказы. Заказы у меня были, знаете, из категории. Мне нужно было это еще вчера. Я, в принципе, не делаю срочные заказы. Я сразу об этом пишу. Но иногда пишут что-то интересное, придумывают. Девушка мне прислала разные референсы такие. И я такая, хобана, а я-то хочу такое сделать. И то есть я прям до двух часов ночи сидела, такое это все вшила. Кому-то может показаться, что это знак. Раз все удалилось, мне не стоит это начинать снова делать. Если закрылась дверь, всегда открыта фоточка. Или, как говорил сам известный персонаж, нет выхода только из гроба. Знаете, снимать видео в общественном месте это была не очень хорошая идея, потому что все на меня смотрят. Я надеюсь, что мы увидимся с вами еще даже в этом ролике. Посмотрим, что получилось из остатков. Знаете, фраза сборная солянка обретает новый смысл. Это вовсе не о блюде уже. Прямое включение выживших в плюс 35 на улице. Просто нереальная жара. Я даже сегодня не красилась, потому что подумала, нафиг оно надо. Все равно мой макияж окажется через 5 минут в декольте. В общем, пока я сходила за посылками, думала, чтобы такое шить, и решила попробовать шить бюстье. Что же насчет выкройки? Выкройка у меня есть, но, так как за весну, я поправилась на 3 кг. Не уверена, что она сядет ко мне хорошо. Краю все как есть. Просто прибавлю в талии по полтора сантиметра. Давайте уж так. По полтора сантиметра. Не будем себе льстить. Чашка у меня не изменилась. Спасибо на этом. Ох, я очень-очень рада. Так, значит, что мы имеем? У нас есть вот такое кружево. Красивое. Очень. Так, я раскроила полностью кружево все детали. Теперь надо раскроить корсетную сетку. Больше не ищи, меня больше не зови, меня я тебе не лучше, взрослые перья. Я тебе оставлю свои воспоминания на себя. Больше не ищи меня, больше не зови, меня я тебе не лучше, взрослые перья. Я тебе оставлю свои воспоминания на себя. Очень хотела еще показать вам свои покупки тканей. Начну с самой первой, потому что я ее уже постирала. Это у меня будет юбка. Красивая очень будет. Это все вискоза. Я ничего не имею против ненатуральной ткани, но вискоза это как бы полу-натуральная ткань. Следующий кусочек у нас с купоном идет. Купон. На самом деле тут еще вторая часть от купона. Просто чудом повезло, что до нас, это для мамы, кстати, ткань купили, кто-то неправильно отрезал купон. Нужно было чуть больше купона. В общем, это мама себе что-то там она себе собирается шить. В общем, увидим. Думаю, это мы тоже увидим. в восторге. Я сразу, это была самая первая ткань, которую я выбрала, когда пришла в магазин. Это котики. Представляете? Котики. Вообще, это будет рубашка. Снова ткань. Как красивая ткань. Цвет просто потрясающий. Мне очень понравилось. Единственное, что мне не нравится, в магазине почему-то отрывают ткани. Вот везде вот эти вот хохоряшки торчат. Насколько я знаю, ткани не рвут. Их режут по нитке, да, кроме, ну, хлопок можно рвать. Не знаю, почему, магазин дорогой, ткань итальянский, как бы, ну, ты убираешь ткань за 1800 метр, а тут при тебе ее просто так отрывают. Ну, не знаю, это вот чисто мои какие-то ощущения. Может, это в принципе нормально, но вообще не надо рвать. Я все хочу, когда, каждый раз, когда захожу, я все время хочу спросить, почему вы рвете ткани. Ну, не так. Все время про это забываю, потому что меня все время отвлекают эти красивые ткани. Вот он такой идиот. Ну, смотрите. Ой, улыбнись. Что? Птичка увидел? Птичка увидел? Тебе птичка важнее, чем стать звездой Ютуба? Большой, большой, красивый. по тягушке. О, молодец. Все, пойдем. Ну что, с днем рождения меня. Смотрите продолжение в следующей серии. С днём рождения меня, I can take myself dancing. Чем старше становишься, тем больше принимаешь себя со своими недостатками, миришься с тем, что дала природа, ну и в принципе уже меньше подвержен чужому влиянию. Попиваю чай в своей новой кружечке доктора Кто. Шёл энный день июля. И что вы думаете, шила я себе в вестие? Ну нет, конечно. Было слишком много заказов. Плюс квартира в состоянии ремонта. А ремонт, как мы знаем, проще просто прекратить, чем его закончить. Я забросила шитьё для себя. Сейчас покажу всё-таки, что я сделала. Такие у меня чашечки вышли. Решила остановиться на поролоновых чашках. Кружево, кстати, очень красивое. Мне понравилось. Купила такую подкладку для вестие. Мне показалось, она хорошо подходит под мой тон кожи. Но это не хлопок, это вискоза. Вискоза, она такая мягонькая, приятная. У меня такой сегодня очень странный вид. Я в футболке и в джинсах. Очень-очень редкий случай, когда я в джинсах. Вы думаете, я такая любительница юбок и платьев? Нет. Всё дело в том, что я не могу подобрать себе нормальные джинсы. Из-за того, что разница между талией и бёдрами достаточно большая для среднестатистического магазина, джинсы это не для меня. Качество джинс очень классное. Прям очень сильно большие в талии. Что ж, говорят, в моём возрасте неприлично показывать декольте. Зато я сшила себе корсет. Почти дошила, осталось только бику пришить и ещё один люверс поставить. Он, кстати, двухсторонний. В подкладке у меня дамаск полностью. Везде. Хоть что-то я себе сшила. Хотя бы ещё бечку бы дошить. Будет у меня одно хотя бы изделие. Иногда беру с собой камеру, куда-то иду и забываю её включить. Либо мне просто неудобно включить. Я не знаю, это какой-то вот дискомфорт ещё. Ах, да, совсем забыла вам показать. Ещё я сшила вот такую майку. Майка обошлась мне 77 рублей. Я купила её из остатков в магазине ткани. Здесь было 50 сантиметров. И мне как раз вот хватило. Ещё даже кусок остался. Это та же самая майка, та же самая выкройка. Одна выкройка и куча-куча майк теперь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, увидимся с вами в следующем ролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!